Когда началась Великая Отечественная война, героине нашего сюжета было 14 лет. В одночасье беззаботная юность превратилась в годы испытаний и лишений. В 1942-м райком комсомола направляет молодую девчонку в действующую армию. В 24-й отдельно пулеметно-артиллерийский батальон. Видела войну собственными глазами, рассказывает не скрывая слез Евдокия Михайловна Свешникова. Воспоминаниями о войне ветеран поделилась с нашей съемочной группой. Я самый обычный человек, заявила в начале нашего разговора Евдокия Михайловна. Ничего героического в своей жизни, как и многие ее сверстники, не видя. Нужно было помочь родине, помогала. Я войну увидела осенью 1941 года, где Пуговичина, когда немец бомбил Москву, то он уже бомбы сбрасывал. Куда попадут? Горевшие два дома, сгоревший магазин и скотный двор лежали, коровы на цепях обгоревшие. Вот это прям так в душу запало. Ненависть к фашистам заставила 14-летнюю девочку вступить в ряды советской армии. Конечно, оружие в руки не дали, но работать приходилось много. Картошку мыли, горячей воды не было в холодной. Капусту, картошку чистили, свеклу. В общем, все овощи. Приходили военнослужащие, забирали и все относили. В кухню, там же повара готовили. Мы сразу стали взрослыми, мы наравне со взрослыми. И в душе мы говорили, даже между собой, мы помогаем фронту. Тогда же все передавали, все для фронта, все для победы. И мы старались. А ведь мечты были у девчонки, хотела стать агрономом. Но война все перевернула. Хотя, опять же, со слов Евдокии Михайловны, ни о чем она не жалеет. В 44-м встретил свою судьбу, будущего мужа Элия Николаевича. Жили душа в душу. Правда, помотались по гарнизонам страны. Супруг был советским офицером. Муж все умел по дому, говорит наша героиня. До сих пор в починенных им сапогах хожу. Хотя Элия Николаевича уже 9 лет как нет в живых. Двоих сыновей вырастили, уже взрослые внуки, даже правнуки подрастают. И своей бабушкой они могут гордиться сполна. И Евдокия Михайловна всегда хотела быть полезной людям. Состояла в женсовете, пела в хоре, танцевала. Сейчас она активный член Совета ветеранов. Одним из любимых увлечений Евдокии Михайловны была вышивка. Уложив вечером детей спать, переделав всю домашнюю работу, она брала в руки нитку, иголку и вышивала. Работы у нее скопилось большое количество. А заодно охота на львов на выставке художественной вышивки изобразительного искусства еще в 1960 году она получила вот такую грамоту. И сегодня эту женщину трудно назвать бабушкой. Ее жизненная позиция не позволяет ей сидеть без дела. Я стараюсь приносить людям пользу. И сама себе говорю, я могу, я хочу это делать, потому что мне не хочу стареть в душе. А как в душе постареешь, это очень плохо. Именно с таких, как Евдокия Михайловна, нам, молодым, и стоит брать пример. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ. ТВ